Всем привет! Меня зовут Александра Воробьёва и сегодня мы поговорим о литературе. А именно, я покритикую литературу по вашей просьбе. Сегодня мы разберем книгу такого автора, как Саша Соколов «Школа для дураков». Это такой автор, известный в узких кругах. Советский диссидент, который писал в сам издате, то есть его работы не публиковались в печатных изданиях, и он представляет собой вот когорту тех самых писателей, не принятых советским сообществом. Пару слов скажу об этой книге. Она представляет собой такие рассуждения мальчика, страдающего несколькими психическими заболеваниями. У него есть раздвоение личности, и поэтому он как бы общается сам с собой, точнее две этих личности, общаются друг с другом в этом произведении. У него несколько спутанное сознание. Он сам говорит о том, что ему сложно усваивать информацию, то есть, возможно, есть какое-то слабоумие. И мы читаем рассказы этому мальчика и узнаем о его жизни. Я буду сегодня критиковать это произведение не с точки зрения как бы хорошо и плохо, потому что вот если мы посмотрим на то, как это сделано, сейчас мы поговорим про литературную сторону, то здесь использован прием, который называется поток сознания. И использован он мастерски. Я сейчас расскажу, почему это сложно. Что же это за прием такой? Поток сознания это то, что происходит у человека в голове, когда он не структурирует специально свои мысли. То есть, например, допустим, вот у меня скоро день рождения, а недавно я праздновала, точнее, как не недавно, несколько лет назад, но это, кстати, да, долгое время так, точнее, время не долго длится, а время длится, наоборот, очень быстро. Хотя это, конечно, как посмотреть, с какой стороны. Так вот у меня там был день рождения в антикафе, и было столько людей, и было как-то очень все интересно и хорошо организовано, и мне очень понравилось, хотя я не смогла отдохнуть в тот день. А вот, кстати, это антикафе закрыли, и мы там проводили еще мероприятия. Это поток сознания, который наверняка знаком многим из вас, когда вы, допустим, едете куда-то, смотрите в окошко, рассуждаете о чем-то, и мысли как бы перетекают одна в другую. Писатели, начиная там с первой половины 20 века, использовали этот прием как художественный, литературный прием, как метод, то есть это сделалось специально. И тут важно понять, в чем разница между тем, что просто человек действительно записал какие-то свои мысли, не структурировав их, то есть можно ли стать таким писателем, просто записав вот все, что приходит мне в голову без цензуры. Часто советуют психологи, что вот вы напишите, просто не цензурируя все-все-все, что у вас есть в голове. Но вот если вы так напишите, то это еще не художественное произведение, из этого сложно будет сделать полноценный роман, или повесть, или рассказ, потому что вот у писателя здесь стоит сложная задача, с которой как раз-таки Саша Соколов справляется, и, честно говоря, это меня немножко даже восхищает, потому что думаешь, как он это смог сделать. Дело в том, что все-таки художественное произведение должно описывать нам какой-то мир, поэтому, несмотря на то, что оно написано потоком, в нем читается какая-то структура, которая лежит как бы за этим потоком. Ну, например, в школе дураков мы все-таки понимаем, что вот есть этот мальчик, молодой человек, который уже старше, видимо, школьного возраста, но все еще продолжает ходить в школу, потому что это школа как бы для людей с особыми способностями к познанию, и что у него есть отец, и отец его достаточно такой жестокий человек, он его скорее не любит, у него есть тревожная мать, они часто живут на даче, и вот на этой даче он встречает различных людей, у него есть любимый учитель, у него есть нелюбимые учителя, ему нравится одна из его учительниц, еще некоторые женщины ему тоже периодически нравятся, и он, скорее всего, представляет себя, воображает себя с ними, даже, может быть, действительно какие-то прогулки, которые он описывает, свершались. То есть мы видим какой-то мир, за этим еще и, конечно же, советская действительность прослеживается, то есть автор-то на самом деле знает, в каком хотя бы лоре, в каком мире находится его персонаж. Вот этот весь мир, его нужно как бы сохранять, то есть чтобы читатель все-таки просматривал за вот этими всеми рассуждениями главного героя какую-то структуру, и в то же время писать вот в потоковом письме. Скорее всего, он сначала простраивал всю ситуацию, описывал персонажа, место, где он живет, тех людей, которые его окружают, а потом уже все это писал вот в той форме, в которой это написано. Поэтому, конечно, для того, чтобы написать такое произведение, и оно все-таки было целостным, и оно все-таки о чем-то повествовало, для этого необходимо обладать определенным мастерством. Если честно, поток сознания на уровне таком философском, на уровне пресуппозиций мне не близко. Я сейчас постараюсь вам рассказать, почему, что с этим не так, а вы уже будете занимать какую-то позицию, соглашаясь со мной, или наоборот, видя, что моя позиция вам не близка. Итак, первое, что меня смущает во всех текстах, практически написанных в потоке сознания, это то, что они практически не доставляют удовольствия читателю, или, по крайней мере, именно в те моменты, когда они максимально приближены к потоку сознания, это, в общем-то, довольно неприятно читать. Вот, наверное, я бы выделила из всех авторов Марселя Пруста, которого я очень люблю, который тоже вроде использует этот прием поток сознания, но он его использует не для мышления, а для описания чувств, для описания переживаний. Тогда это читается довольно просто, а вот, что касается идей, у него там все достаточно определенно. Но здесь, в школе для дураков, Саша Соколов пишет о человеке, у которого мышление путается. Более того, путаются его представления о времени, пространстве, да, то есть он может находиться одновременно в нескольких местах, как он считает, и он даже отстаивает это свое право, говоря, что, а почему бы и нет, а почему мне другие люди говорят, что я не могу находиться в двух местах сразу. Нет, я могу. Ну вот меня это немножко, так знаете, укачивает. И мне, кстати, очень интересно, получаете ли вы удовольствие от таких текстов? Нет ли у вас вот такого ощущения путанности своего собственного сознания? Вот когда я читала Джойса, я как раз писала диссертацию, и мне хотелось читать какую-то книгу, которая была бы таким легким чтением для удовольствия, которая немножечко бы меня так ободряла перед тем, как я перейду к чему-то более сложному. Я избрала Джойса, и это было, конечно, большущей моей ошибкой, потому что мне нужно было структурировать свое мышление, вместо этого я попадала в какой-то туман, и мне было еще тяжелее. Я не получаю удовольствие от такого состояния, какого-то тумана. Сейчас я прочитаю вам отрывочек. Мне интересно, получите ли вы удовольствие, читая такой текст? Вета, ветла, ветлы, ветка, там за окном в доме, том, трата, том, о ком, о чем, о ветке ветлы, о ветре, тратам, трамваи, трамвай, аи, вечер, добрый, билеты, билеты, чего нет леты, реки леты, ее нету, вам аи, цвета, цвета, ц, альфа, вета, гамма и так далее, чего никто не знает, потому что никто не хотел учить нас греческому. Было непростительное ошибка с их стороны. Это из-за того, что мы не можем перечислить толком ни одного корабля. А бегущий гермея с цветку подобен. Но мы почти не понимаем этого. Того сего. Горн, мыс, трубы, головы. А, барабан, естественно, бей. Тра-та-та. Вопрос. Это кондуктор. Ответ. Нет. Констриктор. Что вы там кричите? Вам плохо? Вам показалось? Мне хорошо. Это встречный. Нравится ли вам читать такие тексты? Если да, напишите, почему. Как вы это делаете? Мне будет очень интересно. Потому что я, видимо, находясь в такой позиции достаточно рациональной, рационалистической, воспринимаю вот такое разложение. То есть это уже даже не предложение. Это не мысли. Это просто вот какие-то даже не совсем ассоциации. Ну и ассоциации разложения слов. И знаете, у меня бывает такое, когда мысли начинают как-то очень беструктурно в голове появляться. И это очень мучительное для меня переживание. Поэтому мне не хочется его повторять, читая вот такие тексты. Вы, возможно, скажете, что вообще-то тексты не предназначены. Художественная литература не предназначена для того, чтобы получать от нее удовольствие. Есть такая установка человека, начиная еще где-то с 20 века, что вообще это литература и искусство, это не для удовольствия. И когда мы читаем, например, классиков, там тоже ведь не всегда хорошие какие-то переживания. Там может быть какая-то трагедия, может быть что-то, что будет нас даже отталкивать. Но в целом, внутри этого опыта мы все равно испытываем. Но если мы испытываем удовольствие, то я считаю, что тогда это нужно читать. Если вы не испытываете удовольствие, например, от Достоевского, потому что он пишет о достаточно таких мрачных событиях, то лучше не читайте его. Вообще-то человек и так находится, как правило, вот в таком состоянии раздрая. Поэтому я не вижу оснований, зачем это состояние еще и продлевать, и как бы специально себя мучить, читать какую-то такую литературу, которая приводит к страданию. Искусство может, конечно, какие-то негативные эмоции в человеке воспроизводить, но тогда, когда я понимаю, ради чего это было сделано, я получаю что-то такое, какой-то такой опыт, да, вот как катарсис, как говорил Аристотель, от пьесы, например, или книги, то тогда это оправдано. Но, как правило, вот эти произведения, написанные в жанре потока сознания, они не дают такого уж выхлопа, хотя, может быть, кому-то дают, который вот стоит этих страданий. Так что, если кто считает, что стоит читать Улисса Джойса и Сашу Соколова, и там вы все-таки что-то такое получите, что превышает все страдания, которые вы испытываете, вот мне будет это интересно. Вторая причина, почему мне не нравится этот прием потока сознания, это потому, что он приводит к разрушению порядка. И вот здесь, наверное, мое такое именно идеологическое, моя идеологическая позиция. Дело в том, что я наблюдаю в современном мире недостаток порядка, любого порядка, в голове в том числе. И вообще-то идея о том, что порядок формируется сам собой, я думаю, что эта идея опасна, потому что культура как раз и строится на том, что человек преодолевает какой-то свой хаос и выстраивает новый порядок. Но там всегда можно скатиться к этому хаосу. Наверное, так же, как древние греки боялись и пытались всеми силами избежать хаоса, так же и для меня вот это состояние разложения, оно вызывает такую тревогу, потому что я всегда, наоборот, стремлюсь к тому, чтобы речь, например, или мысли были максимально упорядочены. И, как вы, может быть, видите, это не всегда мне удается сделать достаточно хорошо. И именно поэтому я к этому стремлюсь. И когда я вижу, что кто-то специально пишет так, чтобы разрушать, то у меня это вызывает некоторое такое отторжение. Как пишет сам главный герой, я, выбравшись свободу, одну из ее форм, я волен поступать как хочу и являться кем угодно, вместе и породень. Неужели ты не понимаешь этого? В данном случае, такой-то, у него нет имени, у этого персонажа, свою особенность ума рассматривает скорее как благо. По сути, мы здесь видим вот такое его противостояние к какому-то такому порядку, который ему недоступен, который ему непонятен, порядку там советского общества, которое он вот видит скорее как закрепощен, и он как бы говорит, это моя свобода, да, я вот буду таким. Я думаю, он не может никогда и не сможет никогда вылечиться, потому что он не стремится к этому, и он рассматривает, и как бы автор нам показывает, что это определенная норма состояния, да, или это то состояние, которое тоже прекрасно по-своему, там есть действительно много интересных таких у него находок, описаний. Мы видим, что он ценит красоту, что он может замечать какие-то детали. И вот это вот состояние, которое в логике, например, или в философии с точки зрения рационалистического подхода будет рассматриваться как противоречие, запутанность, ошибки. Здесь это показано скорее как, ну вот, некоторая иная форма мышления, ну как минимум, да, она никак не оценивается, а может быть даже она оценивается как лучшее, чем те формы мышления, которые есть у тех людей, которые окружают этого персонажа, там, мамы, папы, директора школы и так далее. Часто говорят, что главным героем этого произведения является язык, и что вот Саша Соколов, он так интересно показывает язык, он там заставляет этот язык говорить, да, и так далее, и так далее. Но я думаю как раз-таки, что здесь не про то. Наверное, не случайно, в самом начале этого произведения автор вспоминает, точнее персонаж вспоминает про Водокачку. Это прозвище учительницы по русскому и литературе. И вот Водокачка, такой персонаж, противостоящий нашему герою, Водокачка, мы не знаем, как ее зовут точно, или там где-то было имя, но с именами там тоже постоянные проблемы. Он то не помнит имена, то меняет их, и говорит о том, что это неважно, звали ли кого-то как-то. Периодически такие фразы о том, что Как называлась река? Река называлась. Как называлась станция? Станция называлась. То есть какое-то имение есть, какое-то неважно. Водокачка, она представляет собой как раз язык, Потому что язык это же не просто игра слов, А язык это определенный порядок, Определенная надиндивидуальная система, Которая живет по определенным законам. Некоторые из этих законов они более гибкие, Некоторые менее гибкие. Но есть правила там пунктуации, Правила грамматики, Которые как бы заставляют индивида им следовать. Язык в этом смысле, он достаточно такая репрессивная машина, Как сама вот эта водокачка. Здесь же мы встречаем скорее не язык, Хотя, конечно, язык тоже используется, Но мы встречаем здесь речи. То есть в чем отличие речи? Это вот речь, это то, что я сейчас произвожу. Она ситуативна, Она связана там с моим словарным запасом, С моим видением мира, С тем, что я знаю, И то, как я произношу, С моей психикой связана. Речь, в отличие от языка, Она помещена в меня, И она осуществляется здесь и сейчас. И то, что мы здесь видим, Это скорее про речи, А не про язык. И как раз таки это такие речи, Которые себя противопоставляют языку, И которые говорят, А мы будем вот дырбулщил, То есть мы будем говорить и пользоваться тобой, Так как мы захотим. У главного героя раздвоение личности, И он постоянно ведет с собой беседу, Создавая две как бы речи, Которые накладываются друг на друга. И это тоже вот некоторый такой уход От порядка языка К беспорядку речей. Периодически в тексте встречаются, По сути, именно речи. Если мы пойдем на улицу с диктофоном, И будем записывать накладывающиеся друг на друга речи, То будет что-то похожее. Но тут еще с отсылкой, конечно, к советскому опыту. Подождите, я надену пижаму. Надевайте. Она вам очень к лицу. Симпатичная клеточка. Шили или покупали? Не помню, не знаю. Следует поинтересоваться у жены. Мама, пришли те, кто пришли. Они хотели бы знать про пижаму. Шили или покупали? А если да, то где и почем? Да, шили. Нет, покупали. Шел снег, было холодно. Мы возвращались из кино. И я подумала, что вот у мужа и в эту зиму не будет теплой пижамы. Заглянула в универмаг, а ты остался на улице купить бананов. За ними очередь была. И я не особенно-то торопилась. Посмотрела сначала ковры и записалась на полтора метра. На метр семьдесят пять через три года. Потому что фабрику закрыли на ремонт. А потом в мужском нижнем белье увидела сразу эту пижаму. Китайские кольсоны сорочкой. Лохматые такие. И все, не решу, что лучше вообще-то мне больше нравились кольсоны недорогие. Цветочек хороший в них. И спать можно, и на работу подеть, и дома ходить. Но ведь мы с соседями живем, значит, в прихожую. Или на кухню уже не выйдешь, а в пижаме все-таки прилично. И мило даже. Вот она писала, выписала пижаму на улицу. Возвращаюсь, а ты еще за бананами стоишь. И говорю тебе, дай, мол, денег. Я пижаму выписала. Ты говоришь, да не надо, зачем? Барахло, наверное, какое-нибудь. Нет, говорю, не барахло вовсе. Дальше здесь, в этом отрывке, появляются еще новые персонажи, которые, как бы, их речи вплетаются в речь. Там появляется женщина, которая стояла в очереди и говорит, ой, вот вы хотели взять эту пижаму. И она тоже начинает что-то рассказывать. И как бы вот эти рассказы, они льются, 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 льются. Я встречала такое сравнение. Говорили о том, что то, как это написано, похоже на полифонию Достоевского. Потому что у Достоевского, как писал Бахтин, все персонажи, они как бы говорят от себя. У каждого есть возможность высказаться. Я думаю, что это совершенно другая ситуация. Потому что Достоевский, он показывает как бы некий общий диалог людей, который продолжается. То есть кто-то что-то высказывает, и потом другой он как бы мысль подхватывает. И это некоторая общая идея или некий общий вопрос Разумихин и Раскольников. Они, общаясь друг с другом, как бы друг друга дополняют и раскрывают ту идею, которая есть там у Раскольников. Здесь такого нет. Здесь это скорее вот просто какой-то льющийся поток речей, которые никак не структурированы. У них нет ядра, у них нет центра. Переходя, собственно, к философской части этой книги, я скажу о том, почему у этих речей нет центра. Саша Соколов, он опирается на постмодернистскую философию. Мы сегодня не будем говорить о том, что у Саши Соколова есть какая-то своя философия. Мы скорее скажем о том, что вот есть переклички между тем, что он делает, и что нам говорят современные философы. О ком, наверное, стоит сказать? Это Фуко. Это тот автор, который очень сильно повлиял на отношение к психически нездоровым людям. История безумия в классическую эпоху. Его произведение, где он рассматривает, как менялось представление о безумии, и в целом вывод, то, что на самом деле то, что мы называем безумием, это, в общем-то, только оценка общественная, договоренность. В общем-то, это такая попытка легализовать сумасшествие. И после Фуко уже идет вот эта тенденция принять картину мира того человека, которого мы называем сумасшедшим. То, как написано произведение Соколова, это как раз... Вот есть картина мира человека с расстройством, и эта картина мира, она, в общем-то, показана достаточно благостно. Наверное, даже слишком благостно, потому что я читала как-то дневники Заседского, который приводит Лурия в своем произведении «Потерянный и возвращенный мир». Заседский — это человек, который получил очень тяжелую травму головного мозга, и он лишился очень многих функций когнитивных. Эти дневники полны страданий. Заседский, он стремится к тому, чтобы вот этот как раз разрозненный, развалившийся мир, он буквально описывает, что у меня мир разваливается, в том числе то, как я его вижу, для него это было большим страданием. Ну, тут, конечно, может быть из-за того, что до этого он, в общем-то, был человеком обычным. Саша Соколов описывает это скорее как альтернативное мышление, ничего здесь такого ужасного нет. Это вот влияние Фуко, потому что если мы посмотрим на произведение классической литературы, где описывается безумие, то, может быть, жалко этого человека, который сошел с ума, может быть, есть к нему какое-то хорошее отношение, но это что-то чуждое, это что-то всегда со знаком минус, как бы не сам человек, а безумие. Здесь как бы ставится под вопрос, так ли плохо быть безумным. Дальше эта идея продолжается у таких уже ярых постмодернистов Дилез и Гватари. Их работа «Капитализм и шизофрения» первая часть. «Антиэдип» вышел в 1972 году, а «Школа для дураков» в 1973. То есть это практически ровесники. В «Антиэдипе», последующем «Тысяча плато», они пишут о том, что вот та структура, которая была дана в новое время, структура мышления в том числе, структура мира, структура культуры, она уже все не актуальна. И предлагается альтернатива рассмотрения мира как мира ризоматического, то есть того, где нет как раз-таки центра, и каждая часть, она вот такая же ценная, как другая часть. Это очень хорошо иллюстрируется как раз на этой книге «Школа для дураков», потому что там мы видим, что есть описание серьезных событий, того, что мы бы сказали, вот это важно, например, важно написать и прописать было бы, что там у тебя вот такой отец, что тебя окружают вот такие люди. Но у него это находится в совершенно том же самом потоке, что и там описание какой-нибудь бабочки, например. Действительно, вот если мы говорим о людях уже с настоящими психическими расстройствами, то зачастую одним из признаков является то, что они не могут выделить что-то важное и неважное. Ну, это часто связано с шизофренией, да, люди с шизофренией, они видят какие-то взаимосвязи, которые не видят люди без такого заболевания. Ну, допустим, мы видим корову и мы видим молоко, и первое, что нам приходит в голову, что они связаны так, что корова дает молоко. Это логичное рассуждение обычного человека. Но человек с шизофренией, он может сказать, что да, они действительно имеют что-то общее, потому что и корова, и молоко имеют в своем составе буквы О. Те сходства, которые нам кажутся случайными, им не кажутся случайными, потому что им подходит любая структура. Но тут, правда, нужно сказать, что, конечно, диалезы экватори, они не предлагают прям уж любую структуру, и эта ризоматическая структура, она все-таки как-то логически довыстроена, как, в принципе, и человек, который обладает каким-то заболеванием, он тоже какую-то свою там логику видит в выстраивании этих всех отношений. И также, как герой школы для дураков, он как бы вот противопоставлен, собственно, самой этой школе, той структуре. Я сейчас только подумала, ведь школа, это же по фуко как раз очень важная репрессивная машина. Именно эта машина, она задает определенный порядок, где есть какая-то иерархия, да, где вот язык, он требует, чтобы в речи использовались правила, это требование русского языка. Главный герой, он говорит, не-не-не, у меня там своя речь, которая вот так вот течет по тем законам, которые у меня формируются, как бы это вот некоторое полотно жизни. И еще одна идея, которая встречается у диалезы экватори, это идея о том, что субъект, то есть наше я, которое мы считаем собой, на самом деле это только часть некой телесной машины. У них там есть такое понятие тело без органов, да, то есть это как бы тело, которое не делит себя на какие-то составные части, а вот существует в целом. Тогда субъект это просто, ну вот какая-то часть, которая там может тоже переходить по разным областям. Я понимаю, что это сложная идея, сейчас попробую как-нибудь пояснить. Субъект это я, да, это то, кто, например, принимает решение, кто существует. Герой Саша Соколова, он как раз постоянно подвергает сомнению, а существую ли я? Он рассказывает о ситуации, что он пришел на очень красивое озеро и все забыл, потерялась его я. И вот это вот, что он все забыл, с точки зрения вот этой постмодернистской философии, это иллюстрирует то, что субъект, он на самом деле просто какая-то часть большой машины, которая считает, возможно, ошибочно, что она и есть какой-то центр управления полетом, вот этой вот машины под названием «Человек» или «Человеческое тело». Иллюстрация того, что значимое и незначимое перемешиваются. Здесь одни работники пишут письмо следующего содержания. Уважаемая Шейна Соломоновна, мы, сотрудники почтовой железнодорожной конторы, имеем сообщить вам, что над всем нашим городом, а также над его окрестными местами, наблюдается затяжной предосенний дождь. Письмо официально, оно должно содержать вроде бы какую-то идею, какое-то прошение, но они просто описывают, что идет дождь, или там лужи какие-то накапали, не различая чего-то значимого и чего-то второстепенного, как, например, погода, которая не имеет вроде бы никакого отношения к делу. Субъективность вот этого персонажа, того-то, она действительно где-то исчезает, потом появляется, да, то есть вообще субъект или там его я — это что-то случайное, поэтому и память у него очень раздробленная, он там может помнить то, чего не было, или помнить то, что будет, ну, как ему кажется. И вот он пишет здесь такую интересную вещь о том, что человек, он исчезает не сразу, он сначала становится кем-то другим, кем-то отдельным от себя. Он пишет, например, он может превратиться в вальс, в отдаленный звучащий, чуть слышно вечерний вальс, то есть исчезает частично, а потом уже исчезает полностью, да, то есть здесь он показывает то, как разлагается вот эта субъективность, дробясь на части, и потом все меньше эти части похожи на то целое, из которого они были созданы. Прелесть такого разложения, наверное, в том, что в нем видится какая-то свобода, освобождение от своего «я», поскольку уже можно не считать себя тем, кто я есть, можно существовать, можно не существовать, да, это выбирать и так далее. У Сартера есть идея о том, что свобода человека, она антологична, то есть обязательно каждый человек свободен, с этим ничего нельзя поделать, и в этом есть некоторая трагедия. Так вот здесь как бы эта проблема снимается как раз, потому что давайте мы тогда просто устроим вот этот вот хаос, устроим вот этот ризоматический порядок, тогда будем мы свободны и от свободы, и от себя, и от чего угодно другого. Но тут, конечно, есть большие проблемы вот с той программой, которую предлагает нам постмодернизм, подводя итоги, какие проблемы есть в такого рода подходе. Вот такие произведения, они похожи на психоактивные вещества, которые расшатывают немножко психику, и больше всего, почему меня пугают именно такие тексты, как у Джойса или у Соколова, потому что это разложение, расшатывание именно мышления. Можно там как-то восприятие расширить, чувства новые переживать, да, и к этому я отношусь более лояльно, чем к изменению мышления, при том изменению его в плане вот выход за рамки логики, выход за рамки рациональности, за рамки вообще какого-либо центра, за рамки предложений, за рамки слов, и как бы вот это все в данном тексте наблюдается. То есть там иногда вот перестает текст делиться на предложения, слова начинают вот так вот писаться, слитно все буквы через пробел. Такое бесконечное деление, оно, на мой взгляд, чревато, потому что оно вот приводит к такому расщеплению. И когда мы читаем такой текст, то так же, как и если вдруг кто-то принимает такое вещество, то мы сталкиваемся с ситуацией вот этой хаотичной. В любом культурном человеке есть вот этот внутренний хаос. Как бы современная культура и литература предлагают нам встретиться с этим хаосом, но тут важно, что для того, чтобы с ним встретиться, нужно быть уверенным в том, что вы сможете вернуться назад. То есть для этого нужно иметь очень крепкую структуру. Так же, как вот люди с психическими какими-то трудностями, проблемами, им лучше, наверное, ну, в принципе, никому лучше ничего такого не употреблять, но для них это может быть чревато. И много есть историй о том, что люди вот после таких опытов просто сходили с ума. Я не знаю, можно ли сойти с ума, читая книгу Соколова, но вот на какое-то время действительно можно. И вот такой эффект расшатывания психики, он существует. И если такой эффект, если вы его не боитесь, если вы считаете, что у вас есть достаточно ресурсов, чтобы с ним справиться, то почему бы и нет? Важно понимать, что для самого Соколова это было возможно именно потому, что он был писателем-диссидентом в советской культуре. Еще достаточно такой устойчивый. Это 73-й год, когда еще, ну, совсем пока еще не предвещало ничего каких-то очень серьезных проблем. Хотя, конечно, они уже там наклевывались, но не были так заметны. Вот находясь действительно в очень структурированном определенном обществе, с определенными идеалными взглядами, установками, структурами, которые, вот они как бы начинают разлагаться только потихоньку, но они все-таки дают возможность вот этого каркаса. То есть это тот самый порядок, по сути, против которого выступает Саша Соколов, и он может против него выступать именно потому, что он у него есть. То есть если у вас есть какие-то четкие представления об этом мире, и у вас очень устойчивая психика, и, пожалуйста, да, вы можете читать такие произведения. Возможно, даже действительно для человека с какой-то гиперустойчивой картиной мира именно выход вот к такой крайности, он может быть полезен. Но в современном обществе мы видим как раз переход скорее вот туда, в школу для дураков, потому что современный человек, он стремится скорее к такому беспорядочности, к тому, чтобы не принимать законы логики. Ребята, сколько раз я с этим встречалась, с тем, что люди просто не то, чтобы они не могут мыслить логично, они считают, что это против их ценностей, против их правил. И таких людей очень много. И большинство людей сейчас, они не находятся в каком-то целостном, завершенном, порядочном мире, в каком-то мировоззрении, в котором есть принципы, они понимают, почему есть эти принципы и так далее. То есть мы уже живем в эпоху постмодерна. То, что делал Саша Соколов, это постмодернизм, то есть это то искусство, которое поддерживает идеологию, которое сейчас стало уже основной для большинства людей. И именно поэтому я все-таки считаю, что такие произведения, они вот достаточно опасны, и, по крайней мере, опасно ими увлекаться и смотреть на них вот как на действительно какой-то путь. То есть путь вот в ту сторону к потоку сознания, к забвению языка в угоду речи, отказу от своего «я», от своего субъектности в угоду какой-то вот такой эфемерной, на мой взгляд, свободы от самого себя и возможности то быть, то не быть, то существовать, то не существовать. И там быть в двух местах одновременно и в любом времени и так далее. То есть это вот такая сказка современного человека, что можно бы все и сразу, но можно все и сразу тому, кого нет. Потому что все и ничто, они как бы друг с другом пересекаются. Друзья, к этой книге я предлагаю относиться с осторожностью. Ну, интересно, как вы считаете, действительно ли стоит идти в сторону вот такого опровержения порядка или наоборот не хватает нам в современном мире какого-то последовательности и какой-то разумности. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Пишите любые комментарии. Мне поступило несколько вот предложений о том, кого можно рассмотреть. Я вот думаю, в ближайших планах у меня Сорокин. Как-то он входит в когорту. Пелевин. Саша Соколов и Сорокин. Вот мне кажется, он где-то между ними. И затем я вот посмотрю еще другие произведения, которые вы советовали. Вы можете посоветовать еще что-то. И возможно, если будут какие-то еще и повторения, то это будет мне сигналом о том, что точно нужно рассмотреть именно этого автора. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok